Я Саша, с Украины, употреблял амфетамин. Сколько у тебя было? Стажа, я думаю, лет 5-6. В конце уже начал плотно его употреблять, превратился в чучело, потерял килограмм 20 веса. Каждый раз рискуя жизнью, потому что мне повышать давление вообще нельзя. Все равно это меня никак не останавливало. А пытался где-то лечиться, чтобы избавиться или сам останавливался? Останавливался сам, но не давало этого положительного результата. Хватало меня на месяц, максимум на 2 и то вряд ли. И все же компании затягивали назад. Нюхал, врал родителям очень сильно. Я не появлялся дома достаточно долгое время. Можешь рассказать, что в твоей семье стало происходить из-за того, что ты в лесу? Ну, скажем, изначально никто не знал. Я же говорю, я врал настолько сильно, что я врал, что я вечно в командировках. Я уезжал из дому. То есть для того, чтобы употреблять, я не жил дома. Я всегда рассказывал, что я там где-то в других городах по работе, в командировках. Это все время я в гаражах где-то у друзей на каких-то притонах нюхал, разбирал свою машину. Уничтожал все, что вокруг меня есть. Матери начали соседи говорить, что что-то не то. Что-то не то, что-то... Он случайно, мать не верила категорически. Я, прежде чем ехать домой, естественно, ехал к своей девушке, у ее недельку отъедался, приводил себя в чувства. Приезжал домой якобы с командировки. И так продолжалось достаточно длительное время, пока сестра, она это все видела, так как у ее был опыт пожить с наркоманом, она лечила его. Она это все видела, и ей надоело смотреть, как умирает ее брат, грубо говоря. Она на глазах танет. Она сказала родителям. Вот нашли меня в гараже в процессе всего этого, дали мне тест. Я, естественно, же не хотел его проходить, я убежал, скрывался там неделю, опять же, таки пытался вывести из себя все, там, вычитал кучу способов в интернете, там, что нужно пить много воды, энтеразгель, эти все. Я приехал все-таки домой, дали мне тест, он показал, вот, после чего я поехал к девушке, как бы это глупо не звучало, попросил, чтобы она мне дала с собой свои мочи, вот, купил повторный тест при родителях, клизмочку набрал, это все инсценировал, якобы в туалете делая этот весь процесс, и вот видите, нету ничего. На что родители, ну, скорее всего, не хотели верить просто. Я опять продолжал, ну, и закончилось все тем, что оказался в милиции в наручниках, минус 15 килограмм веса, весь в соплях, в слезах, там меня нашли и родители, ну, позвонили им. Вот, и мне был задан вопрос. Я, в принципе, очень давно хотел полечиться, избавиться от этого всего, но не хватало силы воли и очень боялся признаться родителям, что есть такая проблема. И тут уже, ну, в принципе, факт налицо, милиция все рассказала, что знают меня не первый год, вот, что я в употреблении очень давно, был замечен, да, и скажите спасибо, что его за кражу словили, потому что он был первый в списках ехать в тюрьму именно по наркотикам. Вот, мама в шоке, ну, естественно, не буду говорить, выпустили меня оттуда, поехал сразу к вам, вот. Сколько лет назад ты лечился? Два года назад, два года чистый, никаких мыслей о наркотиках вообще нигде не всплывало. Что дало тебе лечение? Ну, я вообще вышел отсюда, мало того, что я вышел красивый, как прежде. Вот, уверенный в себе очень сильно. Я приехал домой, сразу жизнь начала налаживаться. Мать, как бы она ни обижалась, в слезах обняла меня и сказала, что все теперь будет хорошо. Так и получилось. Почему приехал? Приехал на подкрепление и всем желаю и советую, учитесь на опыте других людей, не на своем. Обязательно нужно кодироваться от алкоголя, потому что, как показывает практика, я с ним никогда в жизни не сталкивался. Но спустя два года столкнулся. Вот, и при первых таких позывах, я, ну, знаю, что такое зависимость, я понял, что засасывает. И я быстренько приехал сюда, плюс привез друга тоже лечиться от алкоголя. Вот, я его сейчас сопровождающий. Что ты можешь сказать о результатах лечения? Я, скажем, сравнить у меня не с чем. Есть много друзей, которые лечились на закрытого типа клиниках. Все это действительно бессмысленно. Оттуда люди выходят. Ну, может держится какой-то период времени, месяц. Но не дает оно этого результата. Здесь, так как я там не был, сравнить не с чем. Но, судя с того, сколько я жрал этой гадости, не то, что тяги не осталось. Вокруг тебя исчезли все наркоманы. Вот, если ты до этого ехал и видел каждого, то сейчас ты едешь, ты вообще никого не видишь. Никакой тяги, даже под алкоголем, ну, возможно, это индивидуально, но у меня даже под алкоголем не возникало никаких даже намеков, предпосылов на то, что вот нужно. Но, опять же таки, это до поры до времени. Всему есть предел, и в один прекрасный момент лед подмоется снизу и окажется в той же яме. Убирается полностью тяга, все эффективно. Я очень благодарен Виталию Ивановичу, это второй отец для меня. Я вспоминаю на каждый его день рождения, поздравляю. Не знаю, это стоит того. Приехать сюда и всем желаю здесь лечиться. Продолжение следует...